Смоленская АЭС Финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет Вечер юбилей мелодии любви Десногорской библиотеке 45 лет Инженерная олимпиада по физике Награждение участников региональной выставки ярмарки «От сердца к сердцу» На плановом совещании с руководителями подразделений Директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом» В работе находится 30 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков Фактическая мощность на 6 утра 23 330 мегаватт, что составляет 1,9% к заданию ФАС О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия В работе первой и второй энергоблоки суммарная нагрузка 2114 мегаватт Существенных замечаний по работающим блокам нет Продолжается текущий ремонт блока номер 3 36-е сутки ремонта работы в графике Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 10 дней февраля составила 456 миллионов киловатт-часов электроэнергии Что превышает плановое задание на 22 миллиона киловатт-часов Всего с начала года выработано более 2 миллиардов киловатт-часов Сверх плана 35 миллионов киловатт-часов Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся И соответствует естественным природным значениям С 10 по 20 февраля на Смоленской станции проводится плановая комплексная проверка обеспечения безопасности Работают 24 эксперта из профильных подразделений Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и его филиалов Ленинградской, Курской, Белоярской, Балаковской и Кольской АЭС Росатома, ВАО АЭС, Технической академии Эксперты оценят результативность принимаемых мер по обеспечению безопасности Результативность достижения целей по безопасности и деятельности по улучшениям Выработают рекомендации по совершенствованию системы управления безопасностью Юношеская команда школы номер 4 Десногорска Одержала безоговорочную победу в финале регионального чемпионата Школьной баскетбольной лиги КС Баскет В течение двух дней, 8-9 февраля, любители баскетбола наблюдали за яркими выступлениями сильнейших команд области Финал чемпионата прошел при поддержке Смоленской АЭС, муниципалитета Атомграда, ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» Финал регионального чемпионата – всегда событие года Звание лучшей школьной баскетбольной команды дает право защищать Смоленскую область на всероссийском этапе КС Баскет В сезоне 2019-2020, посвященном 75-летию Великой Победы, за путевку в финал боролись 185 команд Самыми настойчивыми и стремительными оказались 8 команд – девушки и юноши из Смоленска, Десногорска, Вязьмы и Ярцева На торжественном открытии чемпионата с праздником спорта участников и гостей поздравили депутат Государственной думы Ольга Окунева Заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, заместитель главы Десногорска Александр Новиков Успеха в соревнованиях и воле к победе юным спортсменам от имени секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова пожелал руководитель исполнительного комитета Андрей Ширяев Город Десногорс всегда является, подчеркиваю это каждый раз, активным здоровым образу жизни, развития спорта, муниципальным образованием И с радостью всегда принимает команды других муниципальных образований наших регионов Спортивный азарт и незабываемые эмоции болельщикам подарили выступления девушек Лидером среди них стала команда Заднепровье, школа номер 19, Смоленск Второе место у фавориток, школа-гимназия Ярцева На третьем месте наши спортсменки, команда школы номер 4 Поединки юношеских команд были как в большом спорте Ребята показали высокий уровень спортивного мастерства и стремление к победе Как отметили организаторы соревнований, игра за первое место между Десногорской школой номер 4 и командой Техно из Вязьмы Была, пожалуй, самой интересной и напряженной за всю историю отборочного регионального чемпионата Десногорцы уверенно выиграли в ней со счетом 28-19 Евгений Фукс признан лучшим игроком турнира Третье место увезла команда Корсар, школа-гимназии Ярцева Победители и призеры финала регионального чемпионата награждены кубками, дипломами и памятными призами от Смоленской АЭС и школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет В марте нашим чемпионам Кэсбаскет юношеской команде школы номер 4 предстоит поездка на финал чемпионата Центрального федерального округа Они будут бороться с сильнейшими баскетболистами регионов за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза Поездки на финал четырех баскетбольной Евролиги Желаем нашим баскетболистам удачи Центральная Десногорская библиотека отпраздновала 45-летие Немногим младше самого города это учреждение по праву стало частью его и не теряет своей популярности даже в 21 веке Радостное событие отмечали 6 февраля Путь длиной в 45 лет от небольшого помещения до отдельно стоящего здания с книжным фондом более 100 тысяч экземпляров прошла Десногорская библиотека Все это время она была не только информационным центром, но и местом дружеских встреч, тематических мероприятий и праздников Исключением не стал вечер 6 февраля Сегодня празднуем юбилей библиотеки, которая, считайте, является ровесницей города И на протяжении всего его становления шла рядом и помогала первостроителям, их детям, их внукам, всем нам, чтобы этот город развивался Отметить юбилей библиотеки пришли многочисленные друзья учреждения Среди них представители администрации Десногорска, сотрудники предприятий города, творческие коллективы и общественные организации Ну как может быть библиотека учреждения? Это храм на самом деле Поэтому библиотека не учреждения, библиотека это как раз храм, хранилище, знания, источник знаний Коллективу библиотеки были вручены благодарственные письма за добросовестный труд и большой вклад в библиотечное дело В том числе, благодаря приданным своему делу людям, учреждение продолжает оставаться одним из культурных и общественных центров Атомграда Спасибо всем нашим друзьям, всем нашим коллегам, нашей команде, всем нашим самым добрым-добрым людям Кто любит, помнит, знает и о библиотеке, и о работниках, и о том, как библиотека понимает, как библиотека должна жить Теплая атмосфера библиотеки в этот раз была еще и по-особенному праздничной И нет сомнений, что несмотря на цифровой 21 век, библиотечное дело будет жить и дальше Ведь уютное ощущение от книги в руках не заменит ни один гаджет Инженерная олимпиада вновь собрала в школе номер 4 старшеклассников Десногорска и Рославля Победителей и призеров отборочного этапа Конкурс по физике для ребят, стремящихся поступить в технические вузы и стать атомщиком Девятый раз организовали концерн «Росэнергоатом» и «Нияумифи» при поддержке Смоленской АЭС и администрации города По традиции, ребята решали 6 задач по физике за 3 часа Все задания необычные, носят расчетный или оценочный характер Судя по рабочей обстановке в аудитории, было сложно и интересно Обошлись без связи с внешним миром через интернет, искали ответы в голове На столе только ручка, калькулятор и бумага для записей Инженерная олимпиада, чем она отличается от той же самой олимпиады по физике Она больше рассчитана на то, что школьник понимает не только суть самих физических законов, но и того, как они работают на практике Ищет какие-то нетривиальные решения Не боится использовать матапарат для того, чтобы решить какое-то сложное уравнение, которое у него получилось в результате задач Имена призеров объявят в конце марта-начале апреля Они получат разные льготы при поступлении в зависимости от вуза В некоторых случаях можно стать студентом вне конкурса А у всех участников уже есть один балл в учете личных достижений, если выберут мифи Более того, Смоленская АЭС в будущем примет на практику А после третьего или четвертого курса у хорошистов и отличников появится возможность заключить договор о целевом обучении А это значит, получил диплом «Добро пожаловать в атомщики» В этой инженерной олимпиаде я решила поучаствовать, потому что одним из моих любимых предметов является физика И я решила попробовать свои силы в данной олимпиаде Еще одной причиной послужило то, что я планирую поступать в МИФИ Я конкретно не определилась с более точным направлением в данной отрасли Но знаю, что хочу работать на атомной станции Пока не знаю, будет ли это Смоленская атомная станция или это будет какая-то другая Но я знаю, что хочу работать на атомной станции Мои родители тоже являются работниками атомной станции Мама работает в отделе охраны окружающей среды А папа работает в цехе ТАИ В администрации Десногорска состоялось награждение участников благотворительной выставки-ярмарки «От сердца к сердцу» Атомград вносит свой вклад в общее дело уже второй год подряд Результаты чего становятся заметны и на региональном уровне Благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу» ежегодно проходит в стенах областного парламента Здесь можно приобрести уникальные игрушки, сделанные руками юных смолян Идейным вдохновителем этого уже традиционного мероприятия стал председатель Смоленской областной думы Секретарь Смоленского отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов Результат этого – это взаимодействие наших детей, которое направлено в первую очередь не на отторжение особенных детей Каковыми являются дети ангелы, а на милосердие, на понимание Предновогодняя выставка продажа прошлого года собрала более трех тысяч поделок Вырученные средства направили на поддержку особенных детей из общественной организации «Дети ангелы Смоленск» Свой вклад внес и Атамград А три работы юных десногорцев были отмечены председателем Смоленской областной думы Три тысячи поделок, три наших работы, работы наших детишек и их учителей, воспитателей были отмечены специальными призами Каролина Канделян из детского сада Чебурашка, Роман Церковный, девятиклассник из второй школы Десногорска И Андрей Агашкин, ученик третьей школы, получили дипломы второй степени Они в числе сорока победителей, детей Смоленщины, которые удостоились награды Но огромная работа была проделана и преподавательским составом Благодаря им Десногорск смог отправить на ярмарку работ больше, чем любой другой муниципалитет области 105 поделок Благодарственные письма от Смоленской областной думы были вручены более чем 60 воспитателям и преподавателям образовательных учреждений Десногорска Уважаемые Десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе 15 февраля в 15.00 в Центре культуры и молодежной политики состоится встреча с кинорежиссером Викторией Фанасютиной В рамках 35-го международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» и бесплатный показ фильма «Солдатик» 17 февраля в 16.30 в выставочном зале Историко-Краеведческого музея открытие выставки Натальи Беленцовой «Планета Земля. Лики Единства» и презентация книги «Глазами Единства». Приглашаем всех желающих! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok